Продолжение следует... 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 и буду хранить заповеди Бога моего. О, крепи меня по Слову Твоему и буду жить. Не посрами меня в надежде моей, поддержи меня, я спасусь. И в уставы Твои буду уникать непрестанно всех отступающих. От уставов Твоих Ты не слагаешь и по утверждения их ложь. Как изгарь отмекаешь Ты всех нечестивых земли. Потому я возлюбил откровения Твои, припечет от страха Твоего, плотная, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду. Не предай меня годителям моим, заступи раба Твоего по благо Его, чтобы не вметали меня горлею. Сплевая то, чем я ожидаю спасения Твоего, без слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи меня. Я рад Твоего разумения, и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твои разобери. А я люблю заповица, и более золото, и золото чистого. Все поведения Твои, все признаю справедливыми, всякий путь ложи ненавижу. Дивное откровение Твои, потому хранит и душа моя. Откровение слов Твоих, расхищает, разумляет простых. Открываю уста мои и дыхаю, ибо раздва поведет Твоей жажду. Слава Твоей Семьи и Святому Духу, иные пресмерти в обыке и веков роди. Аллилуйя, 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 Слава Твою Божию. Аллилуйя, 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 Слава Твою Божию. Аллилуйя, 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 Слава Твою Божию. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго под Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь в суждение, открыть мою недостойную вставить в свое святое имя, Твоя Отца и Силы Святого Духа. Ну и навсегда и во веки, Жестов, Аминь, в восставь, после сна, Я посреди ночи проношу Тебе грязно спать, попадая к стопам, Твоя вызывая Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но в жальском давно и добровольно распявшись. Скоро подними мне бескечно лежащего, и спаси мне настоящего притовольного молитвы. И после сна ночного пошли мне вязать, Сынки, Тебе, Господи, Боже, и спаси меня. Владыка, Человека, Людмей, встал после сна, Я по милосердию Твоему принимаю за руководник Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне во всякое время, во всяком деле. Не избавь меня от всяких мест, и делая дьявольского действия. Спаси меня, Люди, Царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец всякого блага, источник и подателем Тебя, все мои надежды. Я прославляю Тебе, всегда, в веки и веки и веки. Господи, сохранивши по обиде Своей благости, великому Своему Минесердию, рабах его в прошлошее время этой ночи, отразивши его на подеме для Иса, Владыка всего мира, удастой меня пресветить Твою истину. С просвещенным сердцем исполнять Богу Твое умение, всегда и в веки и веку. Господи, содержитель, Боя, сердца, веки и всякие плоти, на высотах небесной живущей, озирающей до земли, наблюдающих сердца и помыслей, ясно-величь и тайны человеческие, безначальный и вечный свет, который не имеет изменений в силе, и не оставляет декаменного места на своем пути. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наших, которые мы в настоящее время надеясь на обиде и сострадание Твоего, приносим без нечистых уст, и прости нам при решении наше совершенные нами делами, словами и мысли, сознательными и несознательными. И очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и дай нас бодрствующим сердцем, отрезанную мыслью прожившей ночь песней в жизни, в ожидании наступительного светлого и славного дня второго пришествия и народного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Говоря, общий судья, придется слава Бога, так как я его, поверь его, и он гордет у нас не лежащими и ссорными, но бодрствующими, поднявшимися исполнением блага и его, и готовим войти с ним в радость божественных чертов. Слава Бога, где непрестаннее голоса, так же строящих, и невыразимая радость видящих, мне сказали, мой красотой лица твоего, ты истинный свет, просвещающий весь мир, у тебя воспевает все творения, веки вечные, омми. Тебя благословим, Всевышний Бог и Господь, милости Твоящего с нами всегда, великие и непостижимые славные же, и ужасные дела, которые в них числа, подавшего нам сон для обречения немощи нашей, и для отдыха от труду, но будут включены в кровь. Боже, дадим тебя за то, что не погубил нас беззаконными нашими, не проявил, как обычно человеколюбие, и возбит нас с лежащими чувствами, что мы славословие державу, и поэтому молим безмерно, и благословим. Просвети наши мысли, още ум, наша кашляка, в осмоленности восставь, открой наши уста, исполни их хвалой, и дешко, по-моему, облине, поколеби, вопреки, исповеду тебя во всем, и от всех прославляем Бога, и отчаянного Отца, свянородного Сына, и всесвятым, благим, и благословящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков, вопреки, воспеваю благодать Твою, Владычица, молю тебя умно, исполни благодатью нас, так мельки прямо, путем Христовой, заповедью, бодрствового, чтения кипит, отгоняя сом умения, свянородного Сына, и векопадения, мольбами Твоими, разреши Богу, и ясно ночью и днем, сохраняя и не избавляя от этого Госпущего Бога, председателя Бога, родившего живим, душу Моя слепшую просветки, и водили черток, логики там, Духа Святого садил, и нет. Врача, родившего врачу, души, не вне грех, не в страсти, волнуем, мы же действием будем пути покаяния, направь, избавляя от него личного человека, злого и даттора, чтобы мне по длинному во многих приказ не оказаться на радость беса, но садил меня, обрешавшего от нечувственности грешения предупорочных, непричастным всех муки имени владыку всех и моих достигнут и небесного меселия со всеми святыми спадами. Пресвятая Дева, услышь голос непотребного, раба, дай мне струи сверст очисткой души моих скверно очищающих. Стенами сердца приношу тебе не креста, но у сердца и владычица, молерную службу моей премьи и Богу благоутробно принеси превышая всех ангелов, превыше земного состава садил имена святоносной покров небесной и возлежи духовную благодать во мне, воздевая руки и устали и похваля скверненные скверные непорочные, разливающие духи твою делу Батина, крестов сердце умоляю которому честь и поклонение подобает ныне всегда ибо веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой Господь Иисус Христос по своей многой любви сошел на землю и оплатился чтобы спасти всех. И снова Спаситель спаси меня благодатью Твою молю Тебя ибо если по делам спасешь меня от этого не будет благодать и дар ему более делом верить многих щедроток и не излеченной милости ибо ты сказал что верующий в меня жив будет не убедить смерти во веке и так вера в тебя спасает отчаящихся то верую спаси мне ибо ты Бог мой создатель вера вместо дел да умеется мне Боже мой потому что совершенно умеет и делать рабочих меня но это вера да будет прежде всего да верить меня да явить меня причастником славы Твоей вечной и да не похитить меня составляю и не похвалиться словом что тот меня Твоих рук и оградок но хочу или не хочу спасти меня Христос мой Спаситель поспеши скорее скорее погиб я ибо ты Бог мой оч лива матерь моей исподоби меня Господи возлюбить тебя теперь так же как возлюбила когда-то свой тайный дед и чтобы снова потрудиться для тебя безземлемый усердно как прежде потрудился сатане причащим особенно же потружусь для тебя Господа и Богом Иисуса Христа во всей жизни и всегда и веки веков аминь святой ангел поставленный хранит мою бедную душу несчастную жизнь не оставь него вечного и не отступит на него держать мою дай его звольности сломану демону подчинить на себе преобладание на тот смех тел возьми крепко несчастную опустившуюся руку мою выведи меня на путь спаси на святой ангел божий хранитель и покровитель бедное мое реши дело прости мне все чем я оскорбил и если чем согрешил прошедшую мое защитим я настоящий бед и захрани меня от всякого искушения в радость что что имели кроме Бога никаким веком и моли земле господа чтобы он заделал страхи своему задел меня рабом достойно своей героси аминь святая владычица моя богородица своими святыми сильными молитвами отгонят минус неверного несчастного раба бога уны назад вели неразум 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 умереться с первым и правым холем полностью от нокаятного моего сердца помолченного маврого и погаси плавивая их страсти ибо я у Бог и несчастье не избавь меня от многих пагогов восприминаний и полных и освободи меня от всяких изоблияния ибо тебя благословляю все Рожи и Твои и Чистои и Твои славятся во веке вечный Господи Иисусе Христе Божий Наш Привни от нас недостойник рабовки усердно сию могли не прости нам все согрешения наших поменив всех рабов наших ненавидящих и обидящих нас и не воздать им по делам и по великой милости обрати неверных проводили благочести и верных что наклоняются от славы ремяда друга наших всех и церков святую всесильную твою крепость от всякого злого обстояния милости не память Отечество наше от блюда любит Божий как от власти освободи верный жаробок твоих скорбь печали день и ночью приючет тебе многоболесенный гопль услышь многоболесенный боже наш изведи из святения жизни подай мир и тишину любовь утверждение скоро премьи время любви на которых ты чистой твоей крови искупил но и отступившим от тебя и тебя не ищущим будь явным чтобы ни один из них не погиб но чтобы всем спасти все разум истинно крюки чтобы все согласны единомысли и неприставной любви представляют ты честные и твое 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 душное и твое господи и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 В Библии очень много мест, где говорится о том, как молились люди. Библия – это греческое слово, и состоит она из 77 книг, из которых 66 канонические, а 11 не канонические. Книга книг известна под тремя главными названиями – Библия, Священное Писание, Слово Божие. Написана она в течение 16-ти столетий, примерно 40 авторами. В то же время Библия имеет одного автора – Бога. Изрекали святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1,21 Так говорит Господь, слушайте Слово Господне, Исайя 1,2. Библия состоит из двух неравных по объему частей – Ветхого и Нового Завета. Библию должно не только читать всегда, но и исследовать. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Евангелие от Иоанна, 5,39 Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь. Иисус Ановин, 1,8 Священное Писание умудряет во спасение. Притом же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 2 Тимофея 3,15 К словам Библии нельзя прибавить ни единого слова, или знака, или отнять что-либо. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому, и не убавляй от того. Второзаконие 4,2,32 И 12,32 И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Откровение 22,18-19 Участь лжецов в озере Огненном Откровение 21, глава 8, 27 стихи Все заблуждения людей от того, что люди не знают Писания и не верят в силу Божию. Иисус сказал им в ответ Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божии. Матфея 22,29 Библия полностью или частично переведена практически на более чем две тысячи языков мира всех народов, имеющих письменность. На русский язык перевод сделан в 1876 году. По точности и при небесной красоте этот перевод может соперничать с самыми лучшими переводами. И хотя Библия одна, но различные толкования породили свыше шести тысяч всех толков течений. Это устарелые данные. Сегодня говорят, что к двадцати тысячам приближается. Шестой Вселенский Собор правило 19 гласит Кавычки открыты Предстоятели Церквей должны во все дни, более же всего в дни воскресные, поучать весть клиры народ славесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумения и рассуждения истины, и не приступая к положенных уже пределам и преданиям богоносных отцов. Если будет исследуемое слово Писания, то не инощи да изъясняют то, но только как изложились светилы и учителя Церкви в своих писаниях. И ими более доводовлетворяются, нежели составлением собственных слов. Даны при недостатке умения в этом, дабы не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут ни дугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. В мире есть только одна личность – Христос. И только одна книга – Библия, сказал Мартин Дютер. Или принимают их и спасаются, или отвергают и погибают. Право толковать Библию, правильно разъяснять ее содержание – смысл. Бог дал только своим избранным учителям. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих – учителями. Далее. Иным дал силу чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Первое – Коринфянам 12.28. И он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями. Библия решительно утверждает, что вера христианская есть вера, отвергающая любой плюрализм в вопросах веры, проповедует нетерпимость к иным мнениям относительно спасения. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3, 16, 18, 36. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяние апостолов, 4, 12. «Кто не со мной, тот против меня». Матфея 12, 30. «Ни о каком сосуществовании вер, мнении, идеологии Библия не говорит, считая все веры ложными. Будучи вне закона в Римскоязыческой империи, христиане объявили все веры вне Бога. Идолы – это бесы», – доказывали они. Начав с 11 учеников, вызвав огонь мира на себя, «Христианство победило все религии, став мировой религией согласно пророчеству Христа. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16, 18. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, я с вами, во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28, 19. «На любой вопрос нападки дьявола и его служителей, атеистов или еретиков, ответ необходимо дать согласно Библии. «Заблуждайтесь, не зная Писания и не силы Божьей». Матфея 20, 29. «Здешние были благомыслив не пестолоникских. Они приняли слово совсем усердие, межедневно разбирая Писание, точно ли это так». Деяние 17, 11. «Неужели вы никогда не читали Писание?» Матфея 21, 42. «В церкви не должно читать иных книг, кроме библейских». Владимирский собор, правило 59, Карфагенский собор 33. «И не повреждать лжетолкованием. Книги Ветхвойного Завета, а также святых и признанных наших проповедников и учителей никому не позволяется повреждать или изрезывать. Или книга продавцам, или так называемым мироварцам, или иному кому-либо передавать для истребления, разве когда от моли или от воды или иным образом сделаются неспособными к употреблению. «Кто же отныне таковое что-либо делающему смотрен будет, тот да будет отлучен на год. Равным образом таковые книги покупающие, если ни у себя не удержит он их для своей пользы, ни другому не отдаст в благодеянии для хранения, но он и оповреждать дерзнет, да будет отлучен». Шестой Вселенский Собор, шестьдесят восьмое правило. Книг, канон, утвержден в правиле апостольском, восемьдесят пятом. И здесь подается перечень, какие именно книги, сколько Евангелий, и постановление вам, епископам, мною, Климентам, изреченное в восьми книгах, которые не подобает обнародовать перед всеми ради того, что в них таинственно. Ну и далее говорится о деянии апостолов, Тимофея. «Все писание Бога духовновенно», 2 Тимофея 3,16. «И потому в любом спорном деле должно спросить, что говорит об этом Святой Евангелие, главная часть Библии, Новый Завет, двадцать семь книг, написанных апостолами Христа, и что сказано о том в Библии». На этом сегодня остановимся. Это большой материал, перенесем дальше. Сейчас я пометочку себе сделаю. Если бы учили вот этому, тогда бы люди знали, как молиться, и что нельзя делать. А без научения, ну, что сказать? Человек не знает пути истинного. Я спрошу, Сережа, полезтовки молиться? Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатия, Никита, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся обратно на Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод, чрева твоего, якородилая си Христа спасает, бавители душам нашим. Непобедимая божественная сила, чеснага желтарящего креста Господня, и не оставь меня грешным, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Иллариона, епископа Итихи, Вениамина, Велопадга, Лида, Тихона, Антони, священная рия Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Абройся, Вадима, Засима, Владимира, Максима, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и Паспу, и весь священнический и иноческий чин. И вышли истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам дальше, священника, если угодно тебе, смири власть и воист, моих, и через них сотвори благое сказки твоей Владимира, Деметрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Градогена, Амана. И даруй мир Израиля, Россия, Украине, селиги война идет, и мужчина сценить это мирное время и приготовиться к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступление от тебя, Христе Божий наш. И сохрани нас здесь, селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы потопления, живущих Викторов, Андрея, Игоря, 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 Серафима, Алексея, Иосифа, Романов, Владимира. И пришли жители, знающие уставы твои, любящие послушания, заповеди твои здесь в мире. И сохрани школу там, Господи Божий наш. Приготовь все необходимое, а лето детям, взрослым. Аллилуйя! Спаси и помилы Татьяну, Наталью, Игоря Марии, Никита Всядовик, Виктора Сергея, Севастьяна, Дмила Нина Валентина, и решили пределы наших общих, найдем новые души. Спаси и помилы, Дмитрия Марии, Всядовик, Валентину, Алексея Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Михаила, Ену, Анну, Юрия, Георгия, Алексея, Алексея, Возри на врагу, не дай им желаемого, во лжи против истины твоей, закрой их уста, примири с нами, в студный день не помяни их, безумия их. Аллилуйя! Благослови, благодетели наши, Елена, Евгения, Евгения Наталья, Силу Богу. Господи, дай силу крепость болящим, пошли мы с целением твое, Сергея, Алексея, Александра, Фаина, Александра, Анну, Анну, Валентину, Валентину, Марию, Татьяну, Игоре, Никитину. И нас помилуй, милости Твоей, я ради. Аллилуйя! Путешествующих, Раису, Льва, Суптику, Николая, Михаила, и всех найди, и дай им погибнуть в ожесточении сердца. И от пьянства, избая пала, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя! Найди все на Рошара, Свои, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог Иегова, Павла Отче! Свят, Свят, Свят Господь Саваух! Вся земля полна слава, Его! Аллилуйя! Слава Вышней Богу! На земле мир, в человека благоволение! Благодарю Господи за день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне и Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину! Аллилуйя! Обрати Германа, Александра, Красавица, Максима, Юлия, всех гонимых детей твоих покрепи! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами по имени и сохрани наше сокровище книги здесь и в пути! Аллилуйя! Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, да будет сей день посвящен прославлению Твоего имени и дел Твоих в Христе Божий наш! Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши! Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет ты хранил душу мою! Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас! Научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, и видеть нуждающихся в нашей помощи, и каждому дару и жилью Сергея Гавриевна. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас! Святые пророки Илья, Илья, Ильсей, и Нух Моисея, и Самуил, и Аарон, и Авель, и Иосиф Патриархи, и Езранием, и Амотс, и Наум, и Саи, и Иеремия, и Варуха, и Декири, и Иосифа и Аи, Агей, и Сафония, и Захария, и Малахия, и Давид, и Нафан, и Лотарх, и пророк Михей, молите Бога о нас! Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Своей, дабы день прихода нашего отшествия не застал нас не готовыми, чтобы вышли на встречу Тебе с горящими святинниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, с отделанных Духи Святом с любовью, Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургии, и Сарафимы, всенебесные силы, Христовы Божьи, предстоящие, и святые апостолы, Петр и Павел, ангелисты, Матфей и Марк, и Савян. Молите Бога о нас, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Палихабр, Семенский Устин, философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николая, Святого Царского Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания зверя антихриста. И каждому даруй веру Иоанну, Фиму, Вениамину, ее старшие родители за такое воспитание. Молите Бога о нас, святые жены и девы, феклы первомущеница, Патина, Самаренина, Феврония, вера, надежда, любовь, матья София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Пискила, Акина, Андроник, Июня, Типриан, Иосиф, Иоанна. Задаруй Господь послушание и молчание, целомудрие, следливость, женам и девам, у сохраних, от всяческого поругания, из его прав, не покорил из долины семейства, Евгения и Надежды, Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галина, Иоанна, молитесь о нас, святые, Божие отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Ватауст, Апанасий Великий, Примсерин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнильев, Сергей Рядонский, Степан Пенский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кроштадский, Кирилл и Мефодий, Накентий Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания, молите Бога, на даруй Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого ругания, Господи Божий наш, сохрани нас в святой православной вере, а замыть середчиков разруши, мечта преврати. Прими нашу молитву воздиания рук, как жертву вечерней благовухания, приятной перед престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех, западавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Доброе утро, Христос воскрес! Мы каждое утро разбираем события прошедшего дня, у нас в роли часовой, поэтому мы дальше продолжаем, я сейчас отключу вас, кто тут есть, что-то сегодня я вижу только одного Сергея Астахова, никого нету, Сергей, порастерял, слушайте это, молитвенников, куда дели-то все, ну вот так, приготовься.